скажи мне пожалуйста не хам по секрету почему девы такие зануды девиз для девы у меня нету потребность критиковать других и себя их постоянно недовольство в том что не в поиске неточности неровностей никогда не позволит им хотя бы на минуту насладиться результатом ты человеку отвел время сейчас поговорить про эмоции а зачем а к чему это приведет а какой план а какая цель я знаю кому покажу этот ролик новый лунный месяц не хам сенваника мистический астролог и сегодня очень интересный для меня выпуск очень интересно я надеюсь что сегодня разберусь потому что весь прошлый выпуске с таким упоением говорил о том что я лев но не тут то было оказывается что я дева в общем сегодня постараюсь вместе с вами разобраться и ответить себе на вопрос кто такие девы как их понять и найти с ними общий язык не хама что скажешь девы девы на самом деле это если лев это самый щедрый знак зодиака чем мы говорили в прошлом месяце то девы это самый заботливый знак зодиака почему потому что где вы увидите детали которые другие люди не будут увидеть и где вы есть выбор они будут использовать это их невероятную способность видеть детали для того чтобы что-то доделали того чтобы обратить внимание на что-то либо они будут чрезмерно придираться каждой детали в каждой ситуации и когда это происходит они не способны видеть полную картину происходящего чем особенно этот месяц это очень необычный месяц потому что так как мы знаем дев по тем кто знаком с астрологией что они очень любят порядок который любят везде наводить они берутся какие-то конкретные задачи но этот месяц он необычен тем что в этот месяц у нас у каждого есть способность действительно очиститься от того что нам мешает одно дело наводить порядок жизни другое дело навести порядок каких-то ситуациях которые произошли в нашей жизни о которых мы может быть сожалеем ситуации в которых мы понимаем что мы могли бы решить это по-другому и в этом месяце раскрывает возможность вот этой чистки на уровне нашего сознания то есть весь лунный месяц девы и это вообще про очищение да да у меня очень много близких друзей дев очень много скажи мне пожалуйста не хам по секрету почему девы такие зануды потому что они стремятся к совершенству возможность видеть детали возможность заметить то что другой человек не видит ради чего почему не видит все эти детали для того чтобы сделать лучше но проблема в том что они не могут остановиться увидев одну деталь исправе ее не видит еще одну деталь да вот это знаешь как вот этот интересный пример с картиной то есть выровнять картину это непросто к ней нужно подойти с разного подхода и все равно выровняв картину дева отойдет и скажет ну ладно более-менее это норм но это все равно не так ровно поэтому они такие понимаешь они как бы зануды такие потому что вот это стремление к совершенству она не оставляет их и как результат они критикуют не только других они также критикуют себя они очень придирчивы к себе и к своей работе то есть это это люди люди для которых вся неровность этого мира она просто вот как фонит в глазах слушай ну как же это непросто нет непросто как же тогда непросто если у тебя весь мир состоит единственное из чего состоит весь мир это из ошибок которые нужно исправлять и вот и как девиз для девы у меня нету потребность критиковать других и себя это такая мантра это девиз для девы да мантра да у меня нет потребности критиковать других и себя и отпускать это да и отпускать это напряжение да очень хорошо какой главный мотив главный мотив это помнишь мы про львов говорим что они про львов говорили что они тоже важно им быть нужными да но для девы важно что а то что они делают это востребовано то что они делают это а пытаюсь озвучить это правильно то есть они не могут сидеть без дела вы без проблем девы не может сидеть без дела и нужно знать постоянно что во все любое время ей нужно чем-то заниматься поэтому например дева когда она беспокоиться она начинает везде наводить порядок да причем ты знаешь вот часто люди говорят ну я знаю много дев у них вообще порядка нету у девы есть разные порядки есть деву которых порядки извне а из деву которых порядок внутри да если дева начинает наводить порядок везде это значит что у нее есть невероятное внутреннее беспокойство меркурий кстати меркурий что это промышление это про мысли это очень большое напряжение нервное на человека который не может прекратить мысли в деталях это человек который ложится спать и начинает вспоминать что где не до дела какую деталь бы не забыть да нужно встать нужно это что-то записать выписать иначе человек не сможет заснуть и постоянно будут все вот эти вот детали переваривать голове поэтому если идет внутреннее напряжение эмоции которые которые девы не хотят вообще признавать да это очень напрягают то начинает везде наводить порядок что-то мы что-то где-то наводить что-то там чистить чем-то занять без дела девам очень сложно расслабиться спросить его как она расслабляется да нужно что-то делать нужно что-то делать да мы говорили об этом ролике по моему как как вдохновить деву если я правильно помню нет никак вдохновить как они проводят выходной как провести выходной убираться ништяк вот это вот это отдохнули класс но в этом и не находятся расслабление так в чем же главный мотив то есть мы в чем быть полезным а быть полезным вот я наконец-то сформулировала мысль быть полезным быть быть полезным быть быть нужным быть полезным разведи пожалуйста да потом опять вот как быть нужным это тоже быть полезным да но например если вы они не будут делать все сами они не все будут делать сами они будут делать сами только самое главное, самое яркое. Девы нужно, чтобы ей дали задачу, и она будет наводить порядок. Она будет организовать, она будет планировать. В этом она будет работать одна. Ей не надо, чтобы встревали. Она сама все сделает. В чем дева очень чувствительна? В чем с ними нужно быть предельно аккуратными? Мы говорим про девы, говорим про важность понимания своих чувств. Про то, чтобы не считать, что чувство — это ерунда. Про то, чтобы как-то принимать себя и свое право на то, чтобы расслабиться. И понимать, что неважно, сколько ты будешь работать, задачи никогда не закончатся. Невозможно довести ничего до полного совершенства. Особенно, если ты пытаешься сделать сама, потому что дева тоже не любит работать в команде, потому что люди, работая с ней, не будут учитывать какие-то детали. Она постоянно в движении, она постоянно что-то делает. Она не любит лентяев. Она не любит, когда люди сейчас хотят там отдохнуть или расслабиться. Ты не можешь отдохнуть, пока задача не будет доведена до конца. Да, и это вот дева. Но при этом она все равно может быть очень пластичной, она может быть готова услышать другое мнение человека, она будет прислушиваться. Но это даст ей еще более большую нагрузку, больше работы. И когда мы не оценим ее старания, не оценим ее внимательность к деталям, не оценим то, что она увидела те моменты, которые были упущены, мы не озвучим ей. Она очень закроется и очень долго будет внутри переживать. Очень обидчивая. Я тут так старался, вот, а вы, вы даже да ну вас. Да. Насколько я мог обратить внимание, дело очень уравновешенное. Я, скажем так, по моему опыту, поделись тем, что ты знаешь, по моему опыту, я не помню ну вот из ближайшего своего окружения дев, которые бы слишком сильно эмоционировали на что-то. Нет, они не эмоционируют вообще эмоции подавлены у дев. Это проблема? Эмоции не выражают, конечно. Эмоции не выражаются. Что с этим делать? И нужно ли с этим что-то делать? Обязательно, конечно. Потому что у них накапливается очень много вот этого вот нервного напряжения. Это знаешь, как солдат такой, который делает, делает, работает, работает, служит, служит на благо. Служение тоже, да, забота, это тоже служение. Служение ради какой-то цели. И вот эмоции, они на самом деле, не то, что они есть у девы, но дева считает, что эмоционирование, говорить про эмоции, это будет задерживать, это будет останавливать, это будет менять план, это будет менять порядок. А порядок у девы должен быть. Поэтому эмоции... Девы считают, что эмоции нужно проявлять. А что, если отвести на это запланированное время? Сейчас, как это, в 4 часа дня у меня подвиги. Помнишь, как у этого было? Вот. То есть там с 15.30 до 16.00 я эмоционирую. Ты хоть раз видел деву, которая сидит, ничего не делая? Руками, как минимум. Не могу вспомнить. Ты понимаешь, как бы вот ты человек отвел время сейчас поговорить про эмоции? А зачем? А к чему это приведет? А какой план? А какая цель? А что значит эмоции? Дай мне четко, разложи мне по полочкам, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь про эмоции. Девы, знаешь, девы тоже очень любят взять ситуацию и сделать из нее такую определенную поэтапность. Что не всегда хорошо. Потому что тогда они теряют полную картину. Он застревает в этом поэтапностях, да? И теряют полную картину вообще, зачем это делается. То же самое тут с эмоциями. То есть почему мне нужно говорить про эмоции? Мне дали задачу, я пошла, сделала. Что ты от меня хочешь? А вот это хороший момент, на который ты обратила внимание. То, что когда задача вот какая-то... То есть начинает что-то доводиться до идеала. Да. А девы перфекционисты, как я... Да, появляются новые детали. Да. Новые детали. И это ты попадаешь просто в эфрактал деталей. То есть детали в детали, в детали, в детали, в детали, в детали. И там уже там вообще в атомах уже начинаются какие-то доработки. Подскажи здесь вот... И это я полагаю, что это очень утомляет. Очень. А подскажи тогда, пожалуйста, как от этого отжениться и выйти на какие-то на более... Ну, на другие масштабы. То есть на то, что... То есть как проявить вот это, что вот здесь все неправильно, но это окей. Их постоянно недовольство в том, что они в поиске неточности, неровностей никогда не позволит им хотя бы на минуту насладиться результатом. Что это абсолютно нормально и дозволительно, когда любая ситуация не находится в полном совершенстве. Да? Как, к примеру, сказать, посмотри вот на человека, да? Ну, когда мы смотрим на себя, вот как на наше лицо, да? У нас есть глаза, нос, рот, но у нас не все сто процентов симметрично. Не настолько. Но при этом, как бы, если ты начинаешь вглядываться в детали, то человек, который казался тебе привлекательным, красивым, он уже не привлекательный, он уже некрасивый, это что тогда происходит? Ты теряешь ощущение красоты этого мира, ты ищешь неточностей, в результате которых ты постоянно будешь недоволен своей жизнью. У тебя будут постоянные причины жаловаться, у тебя будут постоянные причины критиковать. Почему? Потому что ты никак не можешь остановиться и насладиться моментом, насладиться жизнью. А жизнь прекрасна? Покажи мне это, покажи мне прям вот это, как выйти из состояния того, что ты очень внимательен к деталям. Я, знаешь, как, я вот очень понимаю твою мысль, знаешь, на каком-то примере, сейчас не могу вспомнить, сейчас скажу, ну, на выдуманном примере, ну, было такое много раз в жизни, когда начинаешь скрупулезно что-то вычищать, вот, ну, не знаю, ролик, например, или в фотошопе, например, кто-то работает, начинает очень скрупулезно вычищать, все прям до детальника, до детальника, в общей картине смотришь, ерунда полная, ну, вообще, ну, то есть, ну, вот, все, ну, вот, детально все хорошо, но ерунда полная в общей картине, не живое, не интересное, не вкусное, вот, то есть, вот, как понять вот эту правильную долю перфекционизма, да, то есть, когда, над чем стоит поработать, что, ну, как бы, ну, не есть хорошо, это нужно выпилить каким-то образом, вот, что это должно остаться, потому что это и есть жизнь. Нужно всегда видеть перед собой цель. Нужно периодически останавливаться и обращать внимание на цель того, что дева делает. То есть с какой целью? Потому что очень легко застрять в этих деталях. Например, для девы бы неплохо сделать несколько перерывов в течение дня. Перерывы для того, чтобы пойти, не знаю, просто пять минут на солнце посидеть. Или взять перерыв для того, чтобы пойти пообедать вместе с коллегами. Вместо того, чтобы что-то там где-то доделывать. Учиться принимать свои ошибки, что непросто. Учиться делегировать для того, чтобы сделать задачу быстрее и вместе. Учиться планировать с командой, чтобы была видна не только полная цель, а понимание о том, что какие-то задачи можно сделать после. И тут нужно помочь деве расслабиться. Да, ты права, но ты сделай выбор. Если ты хочешь совершенства, то ты будешь всю жизнь работать и никогда не увидишь результаты своих действий. А если ты хочешь видеть результаты, то нужно учиться расслабляться, нужно учиться не переживать о том, что задача была сделана недостаточно хороша, принимать ошибки и каждый раз добавлять еще что-то, и еще что-то, и еще что-то. И для дев тоже важно работать в команде, в отличие от львов, потому что львы думают, что они знают лучше всех, и работая в Кананде, они учатся немножко отходить в сторону и позволять другим проявиться. У девы работа в команде реально будет облегчать их жизнь. То есть просто физически? Да, физически облегчать их жизнь. Это люди, которых, кстати, нужно сильно в отпуск отправлять. То есть деве очень важно договориться с собой перед каким-то проектом, например, или еще перед чем-то, что это в исходном своем коде не будет идеально. Вот давай договоримся на это. То есть мы вот такой вот объем погрешности мы оставляем. И я окей с этим, и пошли дальше. Какие они сотрудники, руководители, руководители, подчиненные, как с ними работать? Дева больше тот знак, который будет больше выступать в качестве сотрудника, чем в качестве руководителя. Ну, общим планом. Руководить им сложно, потому что как руководители они будут постоянно критиковать своих сотрудников, обращая внимание на что там не работают, вместо того, чтобы обратить внимание на то, что хорошо. Они будут чрезмерно придирчивые. То есть быть подчиненным у девы так себе удовольствует? Ой, да, это будет непросто. Да, да. Это вот такая пожизненная задача прекратить критиковать себя и других. Ой, слушай, сейчас блогерский такой прием сплет, что-то захотелось вертеть. Лайк, у кого руководите, дева. Я не знаю почему. То есть прям, ну, видимо, да. Это непросто. Им проще будет выступать в роли исполнителя. Намного проще. Там они будут заниматься какой-то своей конкретной задачей, где никто их там не трогает, где они все сделают как надо. Но при этом они сделают действительно как надо. Надежно? Судача будет сделана, да. Конкретно, четко и надежно. А как в отношениях? Как они как муж и жена? В отношениях там тоже есть работа. Ты хочешь отдохнуть? Давай подойдем к этому практично. Давай продумаем, да. Как мы можем там в рамках такого-то бюджета, да, успеть делать и то, и другое. И при этом сказать, какие молодцы. Мы пять дней поехали отдыхать, но при этом вот как мало денег мы использовали, у нас остались деньги на новый телевизор. Я знаю, кому покажу этот ролик. А понимаешь, в отношениях должна быть спонтанность, а расслабление тоже сложновато для девы расслабиться. Потому что для девы расслабиться и почувствовать как минимум свое тело, это очень важно. Дай подсказку, дай лазейку, как это делать, прорабатывать на каком-то уровне, насколько это возможно, ну просто в будничном режиме с самим собой. Ну, искать опять, вот так же, как на работе, учиться останавливать. Так же и деве. То есть, окей, запланируй себе время утром со своим ребенком, отключи телефон, отложи его в сторону. Попытайся вникнуть в то, что происходит, что ребенок делает, чем он занимается. Найди время, в первую очередь для себя, чтобы отдохнуть, чтобы расслабиться. Что порадует тебя? Хороший массаж, хорошо, так знаешь, разомнуть кости, да. Может быть, заняться каким-то творчеством. Что-то, что будет наполнять деву. Найди время для того, чтобы вкладываться в отношения. Это что-то из разряда иррационального должно быть? То есть, опять же, запланировать время на что-то иррациональное. Ну, какая-то жлазейка должна быть. А как мириться, если поссорился с девой? Смотри, почему вообще происходит ссора с девой? Потому что у них всегда есть длинный список, что не так. То есть, когда дева хочет прийти и что-то выразить, обычно у нее не получается. Она начинается с одного, потом переход во второе, в третье, в четвертое, в пятый. Это длинный список. Как помириться с девой? Это прийти и сказать, слушай, знаешь, ты прав. Вот про весь твой список ты прав. Но ты же понимаешь, нормальный человек, включая тебя, не способен трансформировать все эти качества в себе за один день. Давай договоримся. Я готов трансформировать в себе одно качество при условии, что ты готова или готова трансформировать в себе тоже что-то одно. Контракты. То есть, давай мириться на обоюдно выгодных условиях. Да, да. Как воспитывать деву? На самом деле, мне кажется, самое важное в воспитании девы понять, что дева – это маленький помощник. И это очень удобно родителям. Представляешь, ребенок, который с малого возраста, она будет везде порядок, всегда готов помочь, всегда готов убрать, сажать свои игрушки. Это же так комфортно. Идет вовремя спать, да. Это очень комфортно. И здесь можно потеряться. И вот я бы сказала, есть два момента воспитания девы. Первое – это учить их эмоциям, учить их название эмоций, учить их выражать эмоции. Это первое самое важное. Второе – учиться, учить их наслаждаться жизнью. Учить их в каждой ситуации показывать, что если что-то произошло, это не конец света. Это нормально. Можно придумать другой подход к ситуации. Можно попробовать сделать по-другому. Потому что они будут очень переживать, когда они что-то делают-делают. Представляешь, строят какую-то макету из каких-то там лего, или из каких-то там, не знаю, мелких деталей. И построили, что-то там получилось не так. Это будет для них просто, знаешь, такой полный, ну, как бы будет чувствовать себя разрушенными в этот момент. Как поддержать в этом случае? Давай посмотрим, как можно подойти к этой ситуации по-другому. Давай придумаем что-то другое. Давай здесь добавим красоту. Здесь там, не знаю, цветочек повесим. Здесь склеим. Да, это склеено, будет некрасиво. Но подожди, полная картина. Ты построил сейчас корабль для того, чтобы на соревновании запустить его там в каком-то озере. Да, может быть, эта деталь у тебя поломана, и ты склеил его скотчем. Но самое важное, чтобы корабль поплыл. Иначе что? Ты сам себя ограничиваешь тем, что ты не пойдешь на соревнования. После ты вложил столько много труда. То есть всегда делу стараться поднимать в неудачах на уровень выше. То есть, типа, а шире посмотреть. А если шире посмотреть? Какое решение нужно принять, если шире посмотреть? А, то есть у девы фрактал идет в детали. То есть, прям, фух, такой, как бы зум. Нужно вытаскивать туда. Да, зум-ин, получается. Нужно зум-аут делать. Очень интересно. Самые великолепные моменты жизни происходят, когда это происходит спонтанно. Когда ты не запланировал поход в театр. Когда ты что-то не запланировал. Ты получаешь от этого намного больше наслаждения. Когда пришел к тебе друг и сказал, слушай, давай на час пойдем там, не знаю, оторвемся где-то. Пойдем просто там сходим, погуляем. Пойдем поболтаем. То есть, оставлять себе в жизни какого-то воздуха для маневра оставлять. Да. Нужно найти время, чтобы что-то сделать для себя. Это что может быть? Расслабиться. Медитация. Йога. Посидеть, попить чай. Посидеть, посмотреть какую-то юмористическую программу. А где вам подойдет медитация? То есть, ну, это будет органично для них? Смотри, это будет непросто, но это им очень поможет. Это как минимум поможет им успокоить поток мыслей, который есть в их голове. Ты знаешь, для девочек очень хорошо будет, что если бы они позволят себе раз в месяц, раз в неделю, раз в месяц слишком далеко, сделать что-то спонтанно. Спонтанно, не запланированно. Вот, знаешь, как вот пересилят себя даже. Вот захотелось сейчас, ну, вот так вот. Да. Вот захотелось, не знаю, на обед пойти в парк. Или там захотелось вот вечером вот к друзьям или там еще что-то. Да, и позволить себе чувства. Почувствовать себя. Проявить чувство к себе. Чувствительность к себе. Чувствительность к другим. Это была, конечно, безумная история родиться на границе двузнаков. Я думаю, что... Я даже не знаю, честно говоря, как на это смотреть. Я не знаю, сделал бы я этот выбор снова при следующей реинкарнации. Вот. Но мне интересно то, что ты сказал сегодня. Ну, отзывается это во мне и по... И по самому себе, и по людям, с которыми я знаком, с которыми достаточно близок. Вот. Прямо есть о чем подумать. Прямо спасибо тебе большое. Друзья, 5 сентября стартует мой авторский курс скобалистической медитации. В нем разберем, в чем особенность такой медитации, как начать медитировать и какие возможности открывает эта практика в жизни. Подробности по ссылке под этим видео. Присоединяйтесь. Лучше тебя никто никто не сделает никогда в жизни. Предложение нашим зрителям подписаться на канал, написать комментарий, потому что для нас это правда очень важно. Нам очень важно, чтобы видео, которое мы делаем, увидело как можно больше людей. Почему? Потому что мы хотим, чтобы те знания, о которых говорит Нехам, о которых говорят другие учителя, чтобы они получили продолжение и для людей просто были очень полезны. Поэтому заходите, ставьте лайки, пишите комментарии и смотрите остальные видео про разные знаки зодиака, потому что мы часто в комментариях видим, а когда про скорпионов, а когда про весы. Каждый месяц новый знак, и мы стараемся для вас, чтобы вам было интересно и полезно, и практично. И комментируйте, комментируйте, будем находить время и отвечать. Нехам, спасибо тебе большое, что нашла время сегодня увидеться, поговорить о делах. Очень важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова